Как мы уже выяснили, котировки непрерывно попадают на торговую платформу. Котировки обновляются каждую секунду, оставляя в окне графика точки, которые складываются в ломаную линию. Это и есть линейный график. Зона под ним закрашивается, поэтому очень часто его называют зонным. Именно такое название вы найдете в мобильном приложении Alim Trade. Можно посмотреть линейный график за последние 10 минут, 1 час или 1 день, нажимая на соответствующие кнопки на торговой платформе. К слову, в окне технического анализа вы можете посмотреть исторические котировки за последние несколько недель. Линейный график лучше всего показывает общие тенденции на рынке, а также используется для торговли по тренду и для нескольких стратегий. Например, скальпинг или стратегия бинарных гамбит для торговли на новостях. Теперь давайте сравним линейный график и японские свечи. Основная мысль – они абсолютно идентичны и графически показывают те же самые изменения котировок, только в разных форматах. Внимательно посмотрите на 10-минутный линейный график и 10-минутный отрезок на 15-секундных свечах. И вы увидите, что движение там очень похоже. Давайте разберемся, что такое японская свеча. Рассмотрим это на примере 5-минутной свечи. Для этого мы вырежем 5-минутный отрезок на линейном графике. Например, с 12 до 12.05. Посмотрите, как свеча справа простраивается относительно изменений на этом выбранном куске линейного графика. Нас интересуют здесь 4 точки. Котировка открытия и котировка закрытия составляют тело свечи, закрашенную зону. В нашем примере котировка закрытия ниже, поэтому тело свечи окрашено красным цветом. Оставшиеся две точки интереса – это максимальное и минимальное значение внутри рассматриваемого 5-минутного отрезка. Такие котировки называются high и low и отображаются на свече в виде отрезков, которые называются тенями. Интересный момент. Если котировки открытия, закрытия, минимума и максимума сохраняются, но при этом движение цены будет другим, например, таким, каким вы видите его сейчас на экране, то свеча получится точно такая же. Свечи бывают бычьими и медвежьими. Если свеча закрылась на более высокой котировке, то она красится в зеленый цвет и будет называться бычей. По аналогии с быком, который будто бы своими рогами поднимает цену снизу вверх. Если свеча закроется на более низкой котировке, то она красится в красный цвет и будет называться медвежьей. По аналогии с медведем, который будто бы своей лапой бьет сверху вниз, тем самым двигая цену. Также существует несколько разновидностей свечей. Например, пинбары – их характеризует небольшое тело и один ярко выраженный хвост. Дожи – это когда котировка открытия равна котировке закрытия. Свечи поглощения и так далее. Все они составляют так называемые свечные формации, которые мы разберем в следующем блоке видеоуроков. В примере, который мы разобрали, был выбран временной отрезок в 5 минут. Разумеется, все вышесказанное верно и для остальных временных отрезков на платформе. 15 секунд, 1 минута, 5 минут и 15. Подавляющее большинство трейдеров торгует именно по свечному анализу. Как минимум, потому что большинство индикаторов разработано для японских свечей. А также потому, что мы можем там наблюдать более общую и чистую картину изменения цены. Теперь, когда вы знаете больше, вы сможете использовать торговые стратегии наиболее эффективно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...